Главное событие этой недели не только для нашего региона – 16-й Гомельский экономический форум. Организаторы презентовали на нем почти 160 инвестиционных проектов и подписали несколько договоров. Реализация данных проектов позволит создать в области более 400 рабочих мест. Кроме того, потенциальным партнерам предложили 120 объектов недвижимости, полтора десятка научных разработок и около 200 земельных участков. Все наиболее интересное из работы экономического форума в нашем сюжете. 16-й экономический форум – это 28 стран-участниц. Вместе с Россией, Украиной, Китаем, которые приезжают в Гомель не впервые, в этом году предложениями организаторов заинтересовались деловые круги из Румынии, Пакистана, Катара. По большому счету, 16-й форум – еще один шаг на пути к взаимовыгодному партнерству. На этот раз потенциальным партнерам предложили около 160 инвестиционных проектов. В случае отсутствия площадей для их реализации можно было приобрести любой из 120 предлагаемых объектов недвижимости. Уже есть потенциально заинтересованные люди, поэтому сегодняшний аукцион состоится. Объекты интересные расположены в городе Гомель и в крупных районных центрах Гомельской области. Они конкурентоспособны, потому что на некоторые объекты заявляются несколько претендентов. Об эффективности Гомельского форума можно судить по такой цифре. За время его проведения подписано более 100 соглашений с общим объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов. Среди реализованного 4 парка солнечных батарей, крупное мебельное производство, заводы по выпуску промышленного оборудования. Организаторы форума подчеркивают, Гомельская область открыта для любых деловых контактов. В качестве подтверждения – сотрудничество с индийскими фармацевтическими компаниями. Два месяца назад я посетила Гомельский регион, встречалась с председателем региона и обсуждалась возможность выдачи свободного пространства. И как только индийский бизнес поймет, что здесь все открыто, все возможно, они сюда придут. И что касается сроков, здесь нет никаких сроков, потому что это все частный бизнес, не государственный организм. Гомельский экономический форум ориентирован на активизацию межрегионального сотрудничества. Такое партнерство позволяет не только более оперативно реализовывать совместные проекты, но и максимально учитывать их экономический потенциал. На 16-й форум в Гомель приехали 6 делегаций из Украины, в составе которых как представители деловых кругов, так и руководители регионов. В результате успешно проведенной реформы децентрализации в Украине бюджетного процесса, значительная часть средств оседает в регионах. Я приводил цифры, что если в прошлом году на депозитах у местных властей Украины находилось порядка 100 миллиардов гривен, это 4 миллиарда долларов, то к концу этого года прогноз 280 миллиардов гривен, это 10 миллиардов долларов. Вы представляете, какими финансовыми возможностями обладают регионы Украины? Важный этап пленарного заседания Гомельского экономического форума – подписание протоколов о намерениях по организации вторичной переработки полимерных материалов, строительству центра по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей, открытию завода по переработке отходов металлургического производства, строительству горнобогатительного комбината по добыче и переработке коалина, глины, которые используются при производстве фарфоровых и керамических изделий. С разработкой месторождений полезных ископаемых на Гомельщине связывают особые надежды. Основные из пожеланий, они представлены и в нашем инвестиционном каталоге, это все-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская полесь. Это и коалины, и бентонитовые глины, то есть все то, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наша Припятская полесь должна выстрелить по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места. Среди участников 16-го Гомельского форума депутаты Национального собрания Республики Беларусь. У них своя задача. Сегодня в парламенте готовится ряд документов по улучшению экономической привлекательности страны. Форум в Гомеле – еще одна возможность сверить ориентиры. Этот форум является чрезвычайно важной площадкой для того, чтобы увидеть, в каком направлении нужно совершенствовать национальное законодательство и международные связи парламентские, поскольку несколько законопроектов непосредственно связаны с Гомельским экономическим форумом. Это законодательство в свободных экономических зонах, это законодательство, связанное с Евразийским экономическим союзом. Сейчас в перспективе очень важно вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Кроме пленарного заседания в плане работы экономического форума проведение пяти тематических секций, представители более чем 10 стран мира ознакомились с инвестпроектами, касающимися открытия новых и развития существующих производств в агропромышленном комплексе. На секции туризма, пожалуй, самые массовые на этом форуме, потенциальным инвесторам предложили проекты, реализация которых позволит значительно улучшить привлекательность региона. От строительства ледовой арены в Мозыре и создания парка аттракционов в Жлобине до открытия новых туристических маршрутов. Особое внимание секции номер пять – малый и средний бизнес. От работы этого сектора экономики сегодня значительно зависит устойчивое развитие страны. Работа 16-го Гомельского экономического форума завершилась проведением круглого стола с участием руководителей официальных делегаций и представителей дипломатических миссий. Участники так называемой ВИП-секции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и подписали ряд документов. Сегодня в Гомельской области реализуется более 200 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Теперь к ним добавились еще два документа. Меморандум о сотрудничестве между Гомельской областью Белоруссии и Ферганской Узбекистана, а также Мозырским районом Гомельской области и Вулканежским районом автономного территориального образования Гагаузия. Основная тема, которая сегодня нам Молдова интересна, это, конечно, фрукты, которых у нас недостаток. То, что касается у нас для Молдовы, это наш промышленный комплекс позволяет предоставить много, так скажем, машин. Это металлостроение наше, машиностроение и, конечно, продукты нефтепереработки. То есть, я думаю, что у них есть шикарная программа по ремонту дорог и строительству дорог, поэтому реализация битума, естественно, будет интересна. Ну и, конечно, в сфере социальной.